Алматинские военные приступили к выборам президента на специальном избирательном участке. Все очень строго, по-боенному, нет лишних слов и суеты. И сейчас на связи наш специальный корреспондент Дельмурат Муталипов. Дельмурат, доброе утро. Какая обстановка на избирательном участке в военном институте? Здравствуйте, Эльвира. Курсанты главной кузницы офицерских кадров военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова одними из первых проголосовали в неочередных выборах президента республики Казахстан. Каждый курсант смог воспользоваться своим избирательным правом и сделать выбор за одного из кандидатов на пост президента страны непосредственно на территории военного института. Но перед важным событием была серьезная подготовка. Учитывалось все до мелочей. У военных так заведено. Образован избирательный закрытый участок номер 441, где 1062 военнослужащих будут голосовать. Из них 675 курсантов военного института сухопутных войск, остальные солдаты срочной службы. Среди голосующих оказался именинник. Курсанту первого курса Диасуса Девахасу сегодня исполнилось 18 лет. Будущий офицер мечтает стать генералом и намерен трудиться во имя развития и укрепления обороноспособности государства. Я думаю, что каждый патриот должен проголосовать за будущее своей страны. Я уверен, что мой голос будет способствовать стабильности в стране. Я хочу видеть сильный, процветающий, независимый Казахстан. Хочу быть уверенным в завтрашнем дне. Именно поэтому я считаю возможность проголосовать не своим правом, а долгом. Первым проголосовавшим заместитель начальника института по воспитательной и идеологической работе подполковник Ильдос Базгулов вручил памятные подарки. Командование, профессорско-преподавательский состав и члены их семей тоже проголосовали на своих избирательных участках. Наблюдатели отметили, что на специальном избирательном участке все организовано без каких-либо замечаний. Эльвира. Спасибо, Дельмурат. Действительно, в военном институте совершенно особая атмосфера. А мы продолжим.